Достаточно стал очень сильно заметен тренд, когда бренды стали честными своими потребителями, честными в плане эмоций, которые они дарят, потому что большинство компаний потерялись те возможности давать те услуги, продукты и решения, которые именно и представляет их бизнес. И поэтому, как мы видим с вами рекламные компании, авиакомпании, которые не летали, говорили нам про впечатления, которые они вместе с нами переживают и ждут, и очень жаждут нам их подарить. Либо отели, которые нас не могли принять, потому что были недоступны, закрыты или еще какие-то причины. В принципе, этот тренд прошел сейчас, наверное, практически через все бизнесы, потому что мы стали очень близки к нашему потребителю, близки не только в плане контакта, который так был короток. Мы понимали, чтобы удержать их и стать для ними полезными и ценными, не уходить из инфополя в этот момент, который был достаточно для всех непростой, тяжелый. Именно стать тем близким другом, брендом, который не обязательно даст услугу, которую ты от нее ждешь. Он даст, возможно, эмоции, впечатления, либо что-то еще, которое ты не можешь получить. И получаешь такое приятное, доброе чувство сопричастности вроде бы от компании, но как будто от человека. И поэтому вот данный тренд, наверное, такой не просто игры в мемы, не просто в то, что мы вас поддержим или спасибо, а непосредственно такая честность, которая свойственна только людям, проявилась через бренды. Так что это, наверное, тот тренд, который еще будет продолжаться какое-то время. Тикток — необычная площадка, которая взорвала наш мир. Многих по-прежнему удивляет формат контента и прочее, который там присутствует, но, с другой стороны, не менее удивляет, что там появляются бренды, которые, казалось бы, не должны присутствовать в этой площадке. И если сначала легко представить в ней практически любой FMCG-бренд, который может играться, встраиваться в эту историю, в тренды, либо формировать свои, то достаточно сложно представить какой-нибудь производителя строительных материалов, например. Но одновременно категория бизнеса, которая дает возможность развиваться, совершенно необычная подача, как мне кажется, не ограничивают бренды и компании в присутствии. Вопрос поиска именно своей уникальной креативной рамки, в которой ты можешь строиться в это пространство и, по сути, стартануть через совершенно молодое поколение в остальные свои целевые аудитории. Так что, отвечая на вопрос, наверное, ограничений нет. И будет интересно наблюдать непосредственно за экспериментами брендов, которые происходят сейчас. Ну, все видели цифры, что произошло с бюджетами. Бессловно, большинство компаний в связи с падением продаж, выручки и всего остального, они снизились, либо переалуцировались на другие каналы или другие периоды. Сложно оценить, наверное, то падение, которое реально произошло, потому что есть отрасли, которых это не коснулось, они только нарастили свои инвестиции, но почувствовали это позже. Есть отрасли, которые сильно пострадали, и у них совершенно не было практически никаких каналов продаж, как, например, в автомобильном сегменте. Но, наверное, общее снижение, которое стоит точно ожидать, такое усредненное по результатам первого полугодия на уровне 20%, потому что и здесь оно будет как раз-таки не таким сильным за счет компаний, которые хотят выйти из кризиса более сильными, и они как раз-таки больше инвестируют, чем в предыдущие периоды, для того, чтобы не просто удержать своего клиента, потребителя, для того, чтобы привлечь совершенно новую аудиторию, как раз-таки за счет падающих конкурентов, которые не смогли перестроиться, не имели для этого либо технологий, либо идей, либо людей, которые это могут все вместе сделать. Скажем так, достаточно сильно видно, что горизонт планирования сократился практически до одного месяца. Достаточно сложно прогнозировать большие компании инвестиций, когда настолько сильная турбулентность, как политическая, так и экономическая, тем более социальная. В этом разрезе, безусловно, есть компании, которые не снимут своих размещений, они никуда не идут из информационного поля. Скорее, тот базовый бюджет, который они планируют потратить, будет, скорее всего, ниже, но они в любом случае будут присутствовать в информационном поле и, безусловно, как бы в диджитале. Есть бизнесы, которые полностью преалуцировались вообще в бизнес свой, в диджитал формат, трансформировали его и, как следствие, увели туда бюджеты. Падение будет, но оно, как раз-таки, вот, повторюсь, компенсируется теми компаниями, которые хотят выйти из этого кризиса более сильными, консолидировать под собой, там, часть рынка, поглотить конкурентов, либо что-либо еще. Сегодня было много различных обсуждений трендов, и, как бы, тренды не на «вы», они присутствуют в нашей жизни уже не первый день, скорее меняются какие-то там паттерны потребления, что-то еще вокруг них. Однозначно видно то, что, переходя к максимальной такой персонализации контента для потребителя, по-прежнему мы не можем забыть и уйти совершенно от креативной составляющей, от той эмоции, которая должна цеплять сердца людей. Иначе без этого сообщение будет доставлено, но не будет иметь никакого эффекта. Поэтому симбиоз технологий, которые доступны сегодня и придут в завтрашнем дне, по-прежнему с креативной мыслью неизбежен, и это тот тренд, и там, где, возможно, где-то заново нужно учиться брендам себя осознавать и находить. Ну, с помощью диджитала, наверное, первое – это переживать и формировать свою диджитал-трансформацию бизнеса как таковую. А если рассматривать непосредственно с точки зрения рекламного, маркетингового поля, то диджитал для них становится просто неотъемлемой частью ежедневной жизни, которую, наверное, может быть, там несколько лет было назад сложно представить. А сейчас мы видим то, что нам уже много где не нужны оффлайн-мероприятия, встречи, слеты. Большое количество людей – это все переходит в другие типы форматов, в более безопасные для людей, меняющие территории, убирающих как таковые, когда ты можешь одновременно находиться. И уже не стесняться того, что ты говоришь на камеру с человеком, который может находиться на другом континенте. Тебе больше не нужно его физическое присутствие. Мы уже за этот короткий промежуток привыкли действительно общаться не только с родственниками, иногда раз в год, а именно проводить все бизнес-встречи и форматы, что называется, не отрываясь от станка, от плиты, от любимой дачи или путешествия, которые ты совершаешь по России. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова